Учился в университете. Ничего не предвещало беды. С 2004 по 2009 год в Ульяновском государственном техническом университете. Учился и работал параллельно на одной проекционной фирме, которая занималась именно сельхозяйственной тематикой. И постепенно, решили, что индейка это довольно открытая ниша. В 2009 году, когда мы решение приняли заниматься индейкой, у меня еще свадьба была. На тот момент невеста, я уже сказал, вот мы будем заниматься дальнейшим индейкой. Как индюками? Инженер, энергетик. Я инженер-строитель. Какие индюки? Какое сельское хозяйство? Нет, подумал, хочу. Надо с чего-то начинать. Выбрали село, надо строить. Продадим квартиру. Ну, в общем, продали квартиру. На эти деньги построили первый сарай. Поженились. И вот как раз на нашу свадьбу вылупились первые индюшата. Так все и пошло. Потом я работала. Стас работал на индюков, которые доход пока еще не приносили. Жили на мою зарплату. Ничего, потихоньку развивались. В 2013 году уже было у меня в поголовье 1200 голов. И уже тогда объявление, раскидав везде и всюду, на нас, ну, тогда с Гулливера попросили поставку осуществлять именно к ним. Я тогда решил открыть крестьянко-фирменское хозяйство. И потом обо мне, получается, после регистрации узнали уже в районе. Начальник всехозуправления приехал, говорит, о, работаешь, да. Почему на грант не идешь? На 2014 год было такое решение принято. Ну, попробуем поучаствовать. Сделали бизнес-план. Прошли конкурс. Получили на тот момент миллион четыреста, там, с копейками. Мы построили одно дополнительное помещение, оборудование. Докупили там пару инкубаторов плюсом. И там оборудование по кормопроизводству. Это порода, которая подойдет у нас к ноябрю месяца. Бьюти премиум называется. Эта порода очень высокопродуктивная. За четыре с половиной месяца у самочки они становятся около 8-9 или 10 килограмм. Самцы от 13 до 16 килограмм в этом промежутке. Возраст сейчас, который вот этой птицы, он, ну, такой подростковый, можно сказать. Ну, не очень такие симпатичные. Но к четырем месяцам они, конечно, преображаются. Они становятся такие все красивые, красивые, очень интересные. А я и уже все начал клевать. Пробуют на вкус. Они же не могут, как мы, подойти и руками потрогать. Им же надо чем-то потрогать, нас пощупать. А вообще, когда вот вплотную занималась индейкой, мой день начинался с того, что с утра встаешь. Дети еще спят. Сама еще не завтракала ничего. Идешь, вот у нас индешатник. Душа болит, они там голодные, знаешь. Воды нет, корма нет. Выйдешь, насыпешь корм, нальешь воды, потом уже идешь своим делами заниматься. Для нас это прям как детки маленькие. Рынок Ульянской области индейкой не насыщен. То есть у нас в основном привозная индейка. Особенно не насыщен фермерская индейка. Особенно, да. То есть мы работаем на качество, поэтому мы не боимся конкуренции, потому что мы знаем, что у нас все равно будет вкуснее. Качественная продукция. И лучше. Смотришь, да, что деревня ассоциируется, начинается с фермерами, с бизнесменами, с людьми, которые умеют зарабатывать деньги, которые вкладывают в село, в свое производство, работают на себя. И я этим горжусь на самом деле. Я горжусь тем, что я не сижу и не работаю на дядю, а я работаю на себя. И когда ты чистишь навоз у индюков, ты понимаешь, что ты свое чистишь. Ты как бы за своим хозяйством ухаживаешь. И когда государство помогает фермерам именно в развитии их, выделяется какая-то грантовая поддержка. Выделяется не только на фермера. Практически каждый фермер несет социальную нагрузку. Это и помощь, в том числе и селу. Создание новых рабочих мест, создание инфраструктуры. Это наша, ну не знаю, сейчас уже и жизнь, и бизнес, и работа. Мы связали свою жизнь с этим. И я думаю, назад дороги нет.